Катя, нас всю жизнь обманывали. Тебе будет интересно этим заниматься? Вот все. Четыре. Вот он. Продолжен, поперечный подъем. Представляешь, какая складка? Вот. Вот все вот эти мозоли, которые были, сейчас у нее там. Ты как-то сбледнул и похудел. Мы собрали четыре пальца. Ей сделали стельку под патологию в смещении стопи четырех пальцев. Такая стелька. Помощница? Тупистиц. Друзья, внимание, Филипп, я так понимаю, что вы эти ноги изучаете каждый вечер, да? Вот мозоль раз, мозоль два, мозоль три. Она все время заваливает ноги на ребро. Таким образом, давление на большой палец отсутствует. Соответственно, если он не работает, он уходит либо под, либо на. Таким образом, образуется косточка. Вот, я вижу. Теперь у нас, внимательно, слушайте, мы ставим от пятки к большому пальцу. Так сюда полтора пальца входит, поперечный подъем. Продольный, по всем прощения, вот этот продольный. Изумительный. Вот тут должен быть поперечный. Вот здесь. Но мы видим первый натоптыш, вот мозоль. Второй натоптыш и третий. То есть у него второй палец вышел сюда. Таким образом, мы совместить большой палец с мизинцем физически сейчас не можем. Вот торчить палец, видно, да? Сюда смотрим. Фиксируем колено-стоп, блокируем колено-стоп, отводим по углу. Раз, убрали пальчик, раз, два, три, четыре. Ставим второй, два, три. Видишь, вышел? Тебе будет интересно этим заниматься. Четыре. Четыре. Три пальчика сверху, два пальчика снизу. Три пальчика сверху, два пальчика снизу. Большой мизинь снизу, три пальца сверху. Все пока понятно? Федор, ты говоришь, люблю тебя. Скажи ей. Катя, ты любишь меня? Я люблю тебя. Катя, там маленький ребенок сидит. Какая страсть в нее к тебе. Катя, ты больше не будешь интровертом. Какие слова интересные. Отпусти ножку, пожалуйста. Посмотри сюда. Катя, держи руку. Мизинец соединяется. Твою руку можно не держать. Можно хватать. Как прибыло топающему. Помог. Обратите внимание, мизинец соединяется легко с большим. Обратите внимание, образуя сводовый подъем. Вот такой вот. Продольно, поперечный подъем. Видно? Ты как-то сбледнул и похудел. То бишь, сбледнул в смысле побледнел. Катя, испорченная девчонка. Продольно, поперечный подъем. То бишь, вы внимательно слушайте. У нее сейчас пальцы были здесь. Вот этот пальц был. Здесь. Сейчас он там. Вот эта мозоль, которая была, сейчас палец тут. Соответственно, подъем у нее сводовый, вот он, образовался. Теперь она может нормально сгибать. Да, она может легко соединять большой палец с мизинцем, образуя амортизацию. Вначале она как у балерины. Она вторая кшисинская. Матильда. Сюда смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот этот палец, который был там, с мозолью, вот теперь он здесь. То бишь, внимательно слушай. Мы собрали четыре пальца. Ей сделали стельку под патологию смещения стопи четырех пальцев. Такая стелька. Помощница? Ты песня. Прошу заметить, ты не я сказал, да. Сюда смотрим. Фиксируем голеностоп. Обязательно скажи, что ты ее. Кать, я люблю тебя. О, да. Умница. Отдели голеностоп. Указательным пальцем фиксируем четыре, убираем косточку. Два. Сядь на место. Кэтрин. Измени, извините. О, нет. Отлично. Три. Три. Подождите, смехи на ручке. Черт, черт. Черт, черт, черт. Я измехи на ручке не то могу. Шарик такой, знаешь, на ручке одеваю. Нам нужно стоп-слова. Вы не правы. Стоп-слова. Она чувствуется, прочитала книгу «Веседательный сервак». Снова три пальца сверху, два пальца снизу. Отпусти стопу. Отпусти стопу, змея. Снова змея. Стоп-слова. Молодец. Ну, то же самое. Отпусти ногу, милая. Ну, вот он. Продолжен, поперечный подъем. Представляете, какая складка? Вот. Вот все вот эти мозоли, которые были, сейчас у нее там. Обратите внимание, вот он подъем. Видно? Ну, а теперь самое интересное. Спасибо большое. Она мне так хорошо так ботиночком. Слушайте, стопой по лицу. А теперь самое интересное. Обрати внимание. Положи их. Что ей сделали? Да ничего страшного. Тяну гистерина. Смотрите, Майя, за что ей сделали? А теперь обратите внимание, что должно было быть. Катик, одевайся. Хватит на цикл специализм. Спасибо. А теперь смотрите, Майя, вот это то, что ей сделали. Эти стильки продаются в любом ортопедическом аптеке. В любой. Смотрите сюда внимательно. Поперечный сводовый подъем. Потрогайте, видите, вот он есть. То, что мы с ней делали. Продольный сводовый подъем. Видно? Подпяточник, подстопник. Все видно? Да. Тебе сказать, пожалуйста, а где здесь поперечный подъем? Где сводовый подъем? Он наоборот ушел. Ушел. А у нее здесь должен быть подъем для того, чтобы образовывать амортизационность. Тут должен быть вот такой вот, был бы бугом. Вот он. То есть вот это вот естественные физиологические изгибы стопы. Вот это то, что ей сделали под больные ноги. Именно то, как и было. Вот он, мозоль натоптыш. Вот он, мозоль с натоптышем. Мы сейчас вот эти места у нее выровняли. Прости, пожалуйста, здесь должен быть подъем, который должен войти в тот сводовый подъем, который мы ей сделали. Как нас всю жизнь обманывали.